здравствуйте дорогие друзья приветствую вас из великолепного города n на карте находимся мы в запорожской области не смотрите за нас так же как смотрели ребята солдаты которые останавливали вот эту машину ночью на которой мы ехали вот с этой пилой мы хотим поблагодарить магазин 220 вольт за то что предоставили нам этот транспорт машина шикарная нас сюда уже привязал будем надеяться что и отвезет и едет как по рельсам и груз везет нормально и мы комфорте хорошо все с нами мы уже записываем видео в тот момент когда мы находимся уже в зоне своб я хочу поблагодарить акции его команду за ровно спасибо им за прием благодарю алексей тебя директор как раз собственник 220 вольт ребята встретились сейчас мы поедем выполнять свою миссию вы все видели ролик в окопе лед ребята долбят автоматом и показывают что он не обустроен для жизни поэтому мы здесь ребят да нечем если вдруг вам нужна помощь не записывайте дискредитирующие видео нашей армии россии ведь есть мы можно просто обозначиться что нужно помочь мы будем стараться всей страной сделать для вас чтобы у вас было все хорошо я хочу констатировать факты что те ребята которые записывали это видео они находятся под следствием но проблема не только у них проблема у большого количества людей мы привезли строго материала поехали смотреть вот это все как у нас внутри выглядит смотрите сколько у него еды так всегда он никогда не голодает он всегда меня подкармливает вот так про это говорит а то поставить я договариваю но самом деле заботится в первую очередь обо мне вот так лица подает все вкусняшки его главная задача снимаешь ночи просто мы епали до ночи было тяжеловато мы попали в одном месте на такую тяжелую дорогу ну а дальше будет все я думаю только хорошо все машина прогрелась и может отправляться дальше в бой у нас почти полный бак бензина клянусь машина бокс так прям идеальная сказать для доставки грузов нашим военным все домики мы не показываем где располагал наших ребят они сейчас это принципе можно было показывать уезжают новые позиции ну давайте к ним перенесемся как у нас начиналось утро друзья сегодня мы находимся святая святых производственный цех анапского индустриального техникума мы здесь неспроста евгения юрьевна сразу же откликнулась как только узнала что нашим ребятам нужна помощь об устройстве окоп они закупили почти основной весь список инструментов для того чтобы мы могли доставить нашим ребятам на фронт мы передаем нашим ребятам все что сейчас им необходимо надеемся это все поможет считаем это необходимым хотелось бы вручить нашим гостям благодарность за сотрудничество потому что мы сотрудничаем не первый раз через тернии к звездам это наш розыгран а это вам подарок мы знаем что вы постоянно ездите в зону и своего такой подарок вам необходим наглядно хочу вам показать какие вещи передаются топоры жевки гвозди то есть все то что было у нас по списку необходимо для обустройства окопов и лично себя хочу поблагодарить анапский индустриальный техникум этот постоянное участие в наших сборах это нереально важно кому-то показывать как друзья почти полтысячи квадратных метров магазин мегастрой выделил нашему солдатам это семья рябченко спасибо огромное ребята вам за то что вы поддерживаете наших бойцов и мы этот утеплитель очень необходим вот он весь объем который нам предоставляют очень много его здесь утеплитель хороший толщина правда разная но это не играет особо роли потому что он главное чтобы не пропускал холод и здесь вот ну мы весь объем который был в принципе магазин нам отдали его абсолютно бесплатно ребята приступили к погрузке утеплитель загружаем машинку и нас уже солдатики там ждут когда же когда же мы приедем немножко вот эти покупки кушают очень много времени ребятам спасибо за то что и помогли этот посмотрите у нас практически вот как я и боялся полная машина может быть еще один тюк только сюда влезет мы хотим еще попробовать может быть засунуть линолем итак дорогие друзья мы плывем на паром чеки первая попытка переплыть им на по дороге спасибо все это нам помогал чтобы быстро прошли очередь вы понимаете это было не так уж и долго нас просканировали и пароходик называется у нас мария с той стороны у нас сейчас остается порт кавказ а туда уже крым вы посмотрите какая красота вокруг да это вот дорога которая ведет на порт кавказ с той стороны я думаю что вы не разглядите но попробую вам все равно показать крымский мост вот должно быть войти вот для вас такая точка небольшая в общем я последний раз на пароме плавал в детстве давно это было когда очень давно а сейчас такая красота вокруг и вообще давно не ходил по морю так что дорогие друзья для меня такой маленький интересный экспириенс все ребяточки мы выезжаем ты вот можно на территории крыма тебе понравилось вам пожалуйста на паром кататься очень крым здравствуй теперь никаких там сложностей тут и тут по идее не осталось главное доехать это утренний борщик проснулись сальцем горчичкой и с довольным депутатом на что блогер не похудел это он меня подкалывает после телеги мы хотим поблагодарить акцию в свою компанию за то что нас приняли нас утром на камеру мы приняли немножечко поспать и сейчас будем отправляться дальше ах слушай ну в очередной раз ты нас просто спасаешь вот мы приехали ночь никого ничего не видно и ты вот приютили дали поспать покушали нормальной еды вкусного борща сало кофе он слушает ну от души прям вообще мы должны вот так вас обеспечивать гуманитаркой а вы нас обеспечиваете пацаны мне знаешь как-то неловко вас всегда рады видеть и я больше чем уверен когда мы вернемся мы вернемся в любом случае мы встретимся уже на нейтральной полосе и все это к нам в анапу приедет дело как говорится я вам обещал поляна с меня чтобы чтобы вот так вместе сели всех поздравляю с новым годом и хочу передать привет своей любимой жене наталья жди меня я вернусь вернемся победой все будем дома всем огромный привет здравствуйте всем с новым годом всего самого хорошего всем меньше войны маме привет большой дает снежинки на стекле у вас кушает семочки но мы уже приближаемся к ребятам еще раз спасибо акцию команде за то что дали нам протянуть ноги выспаться и накормили вкусным борщом это было просто вот сколько мы ребят видим общаемся они все благодарят очень тех людей кто занимается гуманитаркой те кто помогает участвует в этом процессе потому что действительно на сегодняшний день вот такая ситуация большой объем помощи именно от гуманитарки призываю включаться в этот процесс ребят вы понимаете да сколько уже это длится и еще неизвестно сколько это будет длиться но бывают пробелы не хватает чего-то где-то ну поверьте не лишним ничего нету нет продукты лишние не бывают те же матрасы копные свечи столько всего вот перечня вы приходите на наши пункты гуманитарные там всегда есть перечень чего надо нашим ребятам пункт наш находится на парковке красной площади и в гостагаевская улица новороссийская 100 приближаемся к одному из блокпостов посмотрите какие здесь дороги друзья мои 10 километров где-то ехали по дороге честно еще хуже пытались найти новую трассу алексей увидит больше не даст машину нет я аккуратно веду алексей не переживаю вот случай и одно пробитие все отлично от души прям благодарю то есть нежно мягко тут вот следы от гусени столько что прошли здесь моталыга и какая-то машинка интересная непонятная ну и танчик тоже нам сигналят ребята привезли только что гуманитарку ребята все беспокоятся за них еще раз повторяюсь не надо снимать видео какие-то провокационные просто просите помощи и обязательно вам помогут одна дорога эти вы просто охренели на улице плюсовая температура плюс один при этом идет мелкий снег он взрос полностью закутался как тут живут ребята прикиньте что ему сейчас придется выкапываться там материальчик для пацанов для обустройства копов доставлен ребята начали разгрузку потихонечку тут кстати с виноградного тоже подвезли гуманитарочку сюда ребята здесь не все кому это поможет это те кто пришли разгружать и забирать друзья всем огромное спасибо всем кто прислал хотя бы рубль для того чтобы нашим ребятам было здесь на передовой теплее комфортней чтобы они могли лучше выполнять поставленные задачи всем огромное спасибо друзья только вместе мы сила вместе мы победим хочу поблагодарить вас ребята за то что вы помогаете нам очень сильно нам приходится переезжать постоянно постоянно менять позиции так как наши продвигаются вперед нам приходится идти дальше за ними и огромное спасибо что помогаете вот такими вот жестами очень очень помогаете даже слов не могу сказать выразить это всего мы сила мы добьемся своего спасибо огромное я хотел бы еще раз обратиться ко всем солдатам ребят если вам нужна помощь обращайтесь мы всей страной будем стараться вам помочь вот это показательно было то что столько людей откликнулась на призыв ребят о помощи о том что у них меняются позиции там надо как-то обживаться очень большое количество людей откликнулась на то чтобы вам помочь и ну так же самое и вы если будете знать что где-то кому-то нужна помощь отправляйте их нам будем рассказывать их истории стараться им помочь спасибо что вы делаете для нас здесь ну что без вас мы не будем здесь вот это самое важное что понял каждый человек который смотрит наш видеосюжет то что действие им будет здесь тяжело есть и здесь не будет их место займем мы с вами вы можете увидеть сколько техники работает впереди повезли даже готовые домики позиции в работа ведется не везде конечно все успевается как этого бы хотелось но любом случае самое главное что вот пообщавшись здесь с ребятами то есть они не голодают у них монетарка хорошо идет да при вас вы видели что очень также пришла я ребятки вам всем благодарен вы видели какой мы объем принесли вы привезли для ребят когда это в машине лежит она так не смотрится когда выгружаете я вижу сейчас лица ребят насколько они охренели от того что мы сделали и они говорят что столько линолеума тоже они очень рады все снова дай бог чтобы у них все здесь складывалось хорошо как оборудуется дзоты здесь противотанковые выграждения но вот так друзья выглядят это противотанковый ров получается ну и здесь можно обустраивать блиндаж единственно что были осадки некоторых местах виде нападала водичка где-то туда подальше там сухо ну а там где вода придется подсыпать краски для этого мы и привезли все те самые стройматериалы чтобы ребятам укрепить и стены чтобы они на них не сыпались и сверху можно было наложить бревна сверху полиэтилен все остальное в общем вот такие вот движения здесь ребятки и происходят спасибо еще раз каждому кто помогает и тем кто не верил что действительно здесь есть такие места большими окопами в которых солдаты будут размещаться я не могу показывать вам конкретные позиции отзывать конкретные места ребятам помощь нужно по мере возможности они сами справятся они большие молодцы мы в них верим и вместе мы сила от душа мы договорим все специальные стенки для укрепления блиндажей везут на больших камазах то есть все оборудуется все поступает и это прям очень радует если думаете что никто ничего не делает делает и армия в том числе очень много просто огромное количество расстояний и дыры как хочешь они по-любому где-то но возникнут я думаю что дальнейшем и все эти вопросы закроем и решим на все 200 процентов ребятам инкриминирует вообще за съемку видео то что они разгласили позиции поэтому нас прям то начальство которое здесь находится за не сказали что не надо показывать мы не не сможем вам помочь в этом хотя раньше ребята нас приглашали на позиции плюс теперь будут под вопросом у них же телефоны так как вот такие вот поведенческие есть мотивы и но то одно за другим подтягивает все вот эти вот моменты жалко конечно что так получилось это оба очень сильно не хотелось поэтому ребятки думайте пожалуйста прежде чем что-то записывать и распространять мог смотрите вот это чё за машинка такая интересная прикольная стоит у нас крутяк и здесь видите большое сосредоточение техники разнообразной и танчик танчик конечно мощь вообще собираются поехать ребятам помогать и делать то же самое как мы первое хочу скажу капитальные красавцы и все больше людей этим занимается это очень приятно особенно когда ты видишь бабушек которые на передовую привозят внучкам подарочки это дорогого стоит хочу предупредить что наши большие молодцы начали включать глушилки это нереально важно но глушилки глушку gps и сейчас вот мы при выезде встретили мужчину женщиной на украинских номерах то есть они пытаются доехать до васильевки а едут сторону пологов то есть совершенно по разные стороны и объяснил куда ехать но сам факт изучайте карты куда вы едете чтобы хотя бы приблизительно знать на каком повороте куда поворачивать то что gps здесь не работает это очень важно когда мы заезжали к ребятам населенный путь мы только подъехали ребята только что были приюты это вот рассказывать нам на пропуске в ночь мы уже уставшими ладно поедем это учитывая не ездить ездить туда там все равно поедем ты лучше расскажи что ты говоришь там нету прилета самое печально что в этот населенный пункт но не больше попаданий до этого момента амазан говорит да нет были да нет не было в общем теперь уже были здесь опасность на каждом углу и самое важное как говорится быть бодрым духом хорошо друзья время помогать людям это и название нашей организации и название того времени в котором мы сегодня с вами находимся делаем и немало работы сейчас уже передано на фронт более 3000 посылок отвезено более 40 машин гуманитарной помощи это все благодаря вам вашей поддержке мы объединяем жителей нашей страны чтобы мы крепким тылом смогли показать врагу что наша страна она едина и победа будет по любому за нами вам огромное спасибо за поддержку ребята на экране вы сейчас видите номер карты куда вы можете присылать средства поддержку каждый рубль отправлены на фронт приближает нашу победу если вы хотите отправить посылку своим близким родным но вы находитесь далеко нет возможности мы можем помочь вам в этом на экране вы сейчас видите телефон алины с ней вы можете связаться она объяснить как это сделать как вы видите у нас супер профессиональный водитель не осталось на танки покататься на самом деле я уже на всем чем только можно я же мы продолжаем вместе помогать надеемся что нас будет все больше и больше присоединяйтесь если вы отправляете этот видео сюжет своим друзьям, товарищам, знакомым людям, которые впервые видите рассказываете о нас но гораздо больше шансов что-то изменится в этой жизни и все будет гораздо легче для наших солдат хочется вам ребят показать что такое мощь оружия и как оно уничтожает все что только можно то есть где-то здесь было попадание в эту систему ракетную посмотрите сколько жуткие последствия это настоящие ракеты прям с боекомплектом было уничтожено данное вооружение ходить здесь тоже надо стараться аккуратно чтобы что не наступить просто трындец жучайшая жуть